День Города 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 чтобы понимать, какая будет сумма. Сколько уже мы не строили лет контактные сети новые? Последний раз это делали в Канищево, кажется, 11-й или 12-й год. Вот надо возвращаться, потому что действительно город серьезно изменился, и пересматривать маршруты, удлинять, увеличивать, стематизировать, потому что то, что не продлялись основные маршруты, я так понимаю, привело к возникновению множества дублирующихся, коротких, самых разных маршрутов. Все это надо привозить к какому-то единому виду, удобному для жителей города. Отдельной темой стала поломка лифтов в онкодиспансере. Из 15-ти из строя вышли 6. Проблема в системе торможения. Лифты гарантийные, комплектующие не отечественное производство, а, в общем-то, импортные детали. В настоящее время детали в регионе есть. И с понедельника ремонтные работы идут. Мы уже за два дня запустили, восстановили три лифта. До конца недели заканчиваем ремонт еще на трех. И проводим у меня плановое ТО и диагностику соответствующих девяти рабочих, потому что суть поломки, в принципе, схожа. Губернатор попросил разобраться в этом вопросе тщательнее и привлечь подрядчика к ответственности, какой бы она ни была. Правовое просвещение граждан в отношении непримиримости к коррупции стало в этом году одним из направлений в работе прокуратуры Рязанской области. Разъясняли, предупреждали и просвещали жителей области, представителей надзорного ведомства больше двухсот раз. Правовая культура, нетерпимость коррупции, противодействие взяточничеству. Все эти постулаты сотрудники областной прокуратуры разъясняли гражданам в течение года. Таких мероприятий надзорное ведомство провело аж 217. Одним из самых важных из них стало проведение жителями области так называемых прямых линий. Граждане информировались о принимаемых мерах по борьбе с коррупцией, в том числе через официальный сайт прокуратуры Рязанской области в сети интернет, проведение прямых линий. В 2023 году работа устроилась в взаимодействии подразделения органов прокуратуры области и осуществлялась на постоянной основе на этапах формирования и укрепления кадрового состава. Охватывала работников всех категорий, носила методический, учебный, воспитательный и профилактический характер. Кадровый резерв для надзорного ведомства – тема особая. На работу в прокуратуру берут кандидатов с высшим юридическим образованием, морально устойчивых и здоровых. Есть также институт помощников прокурора. Общественными помощниками могут быть граждане Российской Федерации, не моложе 18 лет, добровольно изъявившие желание участвовать в работе на общественных началах, ранее не привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности, обладающие необходимыми моральными и деловыми качествами, являющиеся студентами юридических факультетов организации высшего образования. Перед зачислением с каждым из кандидатов проводят несколько тестов – психологический, на знание юриспруденции, кроме того, анкету проверяет служба безопасности. Всем, кто решился стать помощником прокурора, сегодня нужно обращаться в прокуратуру своего района или в кадровую службу областной прокуратуры. Результат выборов в Городскую Думу и в муниципалитетах – один из лучших результатов за последнее десятилетие. Нашим кандидатам удалось занять 85% от общего числа мандатов. Это безоговорочный успех. Об этом заявил губернатор Павел Малков, выступая на 39-й конференции Рязанского регионального отделения «Единой России». Секретарь регионального отделения подчеркнул, что приоритетными остаются вопросы благополучия граждан. По количеству избирательных кампаний этот год для Рязанской области был сверхнасыщенным. 170 в 20 муниципальных образованиях. Самыми масштабными стали выборы в Рязанскую Гурдуму. И здесь победа «Единой России», как и в целом по стране, была безоговорочной. Впрочем, этот результат, по словам Павла Малкова, еще и большая ответственность. Главный приоритет – благополучие граждан. С этим посылом и составлена народная программа партии власти. Вот у нас в этом году сейчас строится 44 социальных объекта. И 33 уже будут сданы в этом году и уже приняты в свои посетители до конца года. Также мы серьезно занимаемся благоустройством. За счет программы формирования комфортной газовой среды, созданных 5 современных общественных пространств, будет становиться дальше еще только больше. И вот тоже один из приоритетов нашей работы. Штаб общественной поддержки «Единой России» стал главной площадкой для диалога, в том числе с молодежью. Более 650 мероприятий за 7 месяцев – цифра весомая. Здесь же формируют отряды волонтеров для зоны СВО. Рязанцы, кстати, там на хорошем счету. Регулярно отправляем в зоны СВО гуманитарные грузы. Вот в этом году только по линии партии «Единая Россия» гуманитарные грузы в общий объем составил более тысячи лет. И наша помощь идет в поддержку участников СВО, наших бойцов. Идет также и новая региона, где сейчас налаживается мирная жизнь. Я там был, встречался с местными жителями, и знаю, как там высоко ценится наша поддержка. Кстати, еще не раз вышел очень высокие отзывы наших авантюров. Каждый период, я сейчас отправлюсь на Донбасс, уже около 50 добровольцев из «Единой России» выполнена высокая почетная листья, и количество проводится только растет. Это очень-очень радует. Все задачи, поставленные народной программой, будут выполнены с опорой на общество. Подытожил Павел Малков. Выставочный центр АКА по адресу улицы Радищева, дом 1, дробь 80, радует рязанцев всевозможными выставками-ярмарками. На этот раз морскими деликатесами. Выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные морепродукты можно до 3 декабря. Очередь к прилавку торговых рядов скопилась с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке продажей продукция только свежая, а самое главное – экологически чистая. Рыбку с берегов Камчатки всегда с большим удовольствием ждут рязанцы и гости нашего города. Здесь кита, зубатка, палтус, слабосоленая и холодного копчения. Ну и, конечно, царица морей – чавыча. Любите морепродукты? И какие? Очень люблю. Какие? Начало с северной рыбы. Что сейчас хотите попробовать? Чавычу, вот горбушу можно. Вообще, я рыба, рыбу люблю. Уже покупали здесь? Нет, еще не здесь, нигде не покупала. А вообще морепродукты покупаете? Ну да. Какие? Ну, наверное, красную рыбу чаще. Также в ассортименте ярмарки печень трески и камчатские деликатесы – икра горбуши и нерпы. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле – деликатес, который обладает полезными свойствами. А еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ. Известный факт, что красная икра является источником легкоусвояемых белков, богатой йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, Б, фолиевой кислотой. Содержит полиненасыщенные жирные кислоты. До Нового года уже может готовиться? Нет, мы еще до Нового года еще купим. А что любите вообще? Всякую рыбу любим. Старикам говорят, надо есть много рыбы. Вот мы ее едим. Ну, спасибо им за то, что они нас вот тут поближе к нам приезжают. Что купили сегодня, расскажите? Ну, до белорыбец попробовать. Здесь уже покупали когда-нибудь? Нет, первый раз. Готовитесь к Новому году, к праздникам уже? Ну, нет, просто попробуем. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна потому, что любую рыбку или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы. Так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно в выставочном центре АК по адресу улица Радищева, дом 1, дробь 80. Выставка-ярмарка работает до 3 декабря с 10 до 19 часов каждый день. На этом у меня все новости. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова